YouTube канал Полезные Советы и Елена Васюнина предлагают вам рассказ из цикла «Правила травы». Итак, рассказ 48. Лирик самолетов на воле и в помпасах. Период безделья закончился. Снова пять раз в неделю лирик ходил на работу. Это давало средства к существованию, но делало существование таким безнадежно печальным, что лирик от тоски почти закончил свой трактат о деформации личности властью и задумал новый о деформации чувств в условиях рынка. Ближе к лету, видимо от мрачных мыслей, он почти перестал спать и потерял аппетит. Он пребывал в подавленном состоянии духа. Неугомонный друг Валька Пистолетов позвал его в поход. Валька говорил «Дур поход» и «Дурне» поехала в турне, хотя планировалась вылазка на природу на пару дней. Костры, шашлык, палатки и песни под гитару звездной ночью. Приближались праздники, и чтобы людей не нервировать, сперва устроили рабочую субботу, а в итоге четыре выходных дня как раз и на природе можно отдохнуть, и еще успеть отдохнуть от отдыха на природе. Грету разрешили взять с собой. Ехали на трех машинах, поэтому приходилось согласовывать количество участников дурпохода. Лерик купил продукты по списку, которые составляла подружка Валика. Девушка обстоятельная и практичная. Каждый участник получил такой список, чтобы отдых не был омрачен лишениями. Лерик даже Грети взял корм. Так на него повлияла практичная подружка Валика. Валик подмигнул, шепнул Лерику, что с милкой будет ее сестра Римка, типа для одинокого Лерика вариант. В назначенный день ранним утром три авто выехали на отдых за город. Добрались почти без приключений. Грету только укачала на тряской проселочной дороге и вырвала на Риму. Джинсы и батник пришлось брезгливому Лерику тут же очищать и просить прощения у Римы, как будто он ей вещи заблевал. Хорошо, что у милой в запасе имелись какие-то чудо-салфетки, которые очистили вещи и даже частично нейтрализовали характерный запах. Но Рима все равно смотрела раненой волчицей и Лерику на миг почудила, и что она сейчас загрызет его и Грету. Надо было и Лонку звать, в сотый раз думал он. День начинался шумно, весело. Мужчины ставили палатки. Девушки, пересмотрев продукты, накрыли скромный стол. Все быстренько перекусили, берегли аппетит, позже намечали шашлыки. Затем все помчались к речке. Купаться было еще рановато, но загорать хотелось. Хотелось солнце, чтобы оно впитывалось в кожу, в кровь и выгоняло зимнюю тоску, как хворь, как вирус. Лерик не поддался стадному чувству и пошел с Гретой обозревать окрестности в противоположную от реки сторону. Гретта повизгивала от радости. Море новых запахов. Никаких машин и хозяин рядом. Пройдя редкий лесок, они вышли на окраину поселка. От лая собак Гретта вся подобралась. Шерсть на холке вздыбилась, и Лерик решил, что нужно поворачивать обратно. Когда они вернулись к месту отдыха, все еще загорали. Только Римма и Мила с видом мучениц резали овощи на салат. Лерику показалось, что Римма увидев их, клацнула зубами и зарычала. Но это была его фантазия. Впрочем, искушать судьбу было стрёмно, и они пошли гулять в другую сторону. Пока Лерик с Греттой обозревали окрестности, компания назагоралась и принялась с энтузиазмом готовить закуску. Приготовили картошку для запекания, проверили, промариновалось ли мясо. Пока дрова не прогорели, все немного выпили и закусили. Салат получился отменный. Лерик тем временем мчался по перелеску за Греттой, которая что-то чуяла. Что-то тоже учуяло Гретту, и уже через секунду их атаковал серый гусь, который, вероятно, был отшельником в прошлой жизни, а в позапрошлой бойцом в боях без правил. Гусь растопырил крылья и несся навстречу. Тут неизвестно почему в Лерике проснулся Паниковский. Да, тот самый гусик Рад, человек без паспорта, который до 17-го года в прошлом веке работал слепым на углу крещатика и прорезной. И Лерик представил, как он явится к друзьям с огромным гусем, которого самолично победил. Но гусь не собирался расставаться с жизнью. В нем, видимо, проснулся последний байскаут из одноименного фильма. Он свою жизнь не собирался дарить ни Грете, ни Лерику. Сперва выгребла Грета. Гусь, не дав ей обнажить клыки, клюнул в глаз, а потом щипнул за нос. И Грета выбыла из игры. Когда Лерик попытался схватить гуся за шею, тот молниеносно сделал несколько щипков, и Лерик взвыл от боли. Он оглянулся на Гретту, но та всем своим видом показала, что на гусей у нее аллергия. Судороги делаются. Лерик упрямо сражался с гусем. В пылу схватки они добежали до палаток, и вся компания наблюдала, как доведенный до отчаяния гусь. Когда Лерик схватил его за горло, из последних сил клюнул своего мучителя в... Короче, ниже пояса. Поверженный охотник за гусем упал, а гусь, растопырив крылья, умчался в сторону поселка. Толпа ржала минут десять. Громче всех заливалась, конечно, Рима. Щипанные и поклеванные Лерик и Гретта уползли в палатку зализывать раны. От шашлыков отказались, и пить подбардовские песни тоже не вышли. А с утра пораньше Рима, которую подговорила Мила, пришла к Лерику в палатку проведать. Принесла ему горячего кофе. Но кто мог знать, что на входе спит Гретта? И Рима зацепилась за нее, и Лерик проснулся от ожога, и закричал про мать и Риму, и что он бы сделал с ней, если бы не был добрым человеком. Весь следующий день Лерик валялся в палатке, потому что поединок с гусем оставил памятные сине-черные знаки на его горном лице. К тому же грудь и живот покраснели, попил кофейку, чтобы этой Риме было пусто. Гретта тоже хандрила. Она послонялась среди людей, лениво поела корм и вернулась к Лерику сторожить его гордое одиночество. Рима уже догадалась, что Лерик не ее герой, что ничего не выйдет, и начала строить глазки Миши Вязову. Но Мишина жена, таких как Рима, перемолола уже батальон. Вечером, когда опять был костер и посиделки со спиртным, она отвела Риму в сторону и двинула ей промеж глаз. Рима даже пикнуть не успела, а бланш расцвел на ее лице сизым цветком. Сестра Мила ей не посочувствовала, и Рима ушла в палатку, обидевшись на весь мир. А ночью задождило, и компания, посовещавшись, решила ехать в город. Собрались, убрали мусор в пакеты и поехали. И опять выпало ехать Лерику, Риме и Гретте в одной машине. Рима освещала дорогу бланшем, как пошутил валик пистолетов. Рима не удостоила его плоскую шутку внимания, но когда уже почти возле самого ее дома Гретту снова вытошнила ей на джинсы, Рима потребовала немедленно остановить машину и вылезла, не прощаясь, вся в слезах. Дома Лерик, рассматривая себя в зеркало, подумал, что дурне повернулась астурне, а в общем-то дурпоход удался. Отдохнул, воздухом подышал и даже поохотился. Не кстати вспомнился золотой теленок. Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся. Я убиваю его, как Тереодор, одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся. Кармен.